На фоне конфронтации с арабскими странами Ближнего Востока и Ираном, в Израиле продолжаются работы по совершенствованию ядерного оружейного комплекса. На официальном уровне Израиль не подтверждает существование у него ядерного оружия, равно как и не опровергает этот факт. Вместе с тем, согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Израиль обладает примерно 100 ядерными зарядами. Это в два раза меньше, чем у Великобритании и в 3-4 раза больше, чем у Северной Кореи. В настоящее время в Израиле реализован полный цикл создания ядерного оружия, от добычи и обогащения ядерного сырья до сборки боевых частей. Для этого имеется вся необходимая инфраструктура, развитая не без помощи общепризнанных ядерных держав и прежде всего США. В числе таких объектов – Центр разработки ядерных боеголовок в Нахаль-Сарек, завод по наработке оружейного плутония в Димоне и другие. В качестве носителей ядерных боеприпасов используются баллистические ракеты, крылатые ракеты морского и воздушного базирования и свободно падающие авиационные бомбы. Баллистическая ракета средней дальности «Иерихон-2» принята на вооружение еще в 90-х годах прошлого века и останется на боевом дежурстве примерно до 2023 года. Она имеет дальность стрельбы порядка полутора тысяч километров и в зону ее поражения попадают столицы Турции, Ирака, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, объекты на территории Ирана и другие. Модернизированная ракета «Иерихон-2Б» оснащена радиолокационной головкой самонаведения, что существенно повышает ее точность. Новая баллистическая ракета «Иерихон-3» имеет дальность стрельбы в полном боевом оснащении до 4000 километров, что обеспечивает поражение объектов во всех арабских странах и Иране, а также странах Европы, Азии и Африки. А в облегченном варианте с 350-килограммовой боевой частью дальность ракеты достигает 11,5 тысяч километров, что делает ее межконтинентальной баллистической ракетой с практически глобальным охватом. Большинство ракет класса «Иерихон» базируется в подземных хранилищах авиабазы с Дот-Миха на территории Иерусалимского округа в ожидании команды на применение. По разным данным, всего имеется около 100 пусковых установок. Помимо развития ракетной программы, Израиль совершенствует и другие средства доставки ядерных боеприпасов. Для нанесения ударов выделено 25 ударных истребителей F-15I с боевым радиусом порядка 1900 километров и около 100 многофункциональных истребителей F-16 Суфа с радиусом около 1500 километров. Самолеты, кроме ядерных авиационных бомб, могут нести и крылатые ракеты типа «Далила» с дальностью пуска до 250 километров. Кроме того, на вооружении имеется 20 новых американских истребителей F-35. Кстати, Цахал впервые применил эти истребители в боевых условиях при ударах по объектам на Ближнем Востоке. Есть все основания полагать, что на них также будет возложена задача доставки ядерных боеприпасов. На вооружении ВМС Израиля имеется 5 дизель-электрических подводных лодок типа «Дольфен» германской разработки. Дальность плавания подводной лодки составляет 8 тысяч миль, автономность 50 суток. Как минимум одна постоянно находится в море, что связано с несением боевого дежурства с ядерным оружием на борту. Вооружение составляет до 16 торпед и крылатых ракет израильского производства типа «Папай Турбо». Именно эта ракета и является носителем ядерного заряда. Дальность стрельбы составляет до полутора тысяч километров. Масса боевой части порядка 300 килограмм. Кроме того, подводные лодки могут применять и крылатые ракеты воздушного базирования «Долила». Конечно, крылатые ракеты по скорости полета и возможности их перехвата существенно уступают баллистическим ракетам. Однако для государств, являющихся вероятным противником Израиля, крылатые ракеты с ядерными боеголовками являются достаточно сильным сдерживающим фактором. Существенное внимание Израилям уделяется защите своего ядерного потенциала. На ядерных объектах реализуются беспрецедентные даже по израильским меркам меры безопасности и жесточайший режим секретности. Авиационные и ракетные удары должны отразить батареи американского ЗРК «Патриот» и израильские системы ПРО «Железный купол», «Эро-2-3» и «Проща Давида». В непосредственной близости от Центра ядерных исследований в Димоне на горе Керен размещена РЛС американского производства АНТП «Вай-2», предназначенная для обнаружения пусков баллистических ракет на дальности до 1000 км. Данная станция обладает хорошей разрешающей способностью и способна выделять цели на фоне обломков ранее уничтоженных ракет и отделившихся ступеней. В этом же районе имеется позиция локатора, размещенная на аэростате системы J-Lens. По сути, для обороны ядерных объектов и других важных объектов Израиля выстроена эшелонированная система противоракетной обороны. Дальний эшелон составляет противоракетные комплексы «Эро-2» и «Эро-3», средний эшелон «Проща Давида» и ближний эшелон представлен комплексом «Железный купол». Система противоракетной обороны Израиля является темой для отдельного рассмотрения. Таким образом, можно констатировать, что хотя наличие ядерного потенциала никогда не было официально подтверждено, в армии обороны Израиля сформирована ядерная триада, в которой имеются авиационная, наземная и морская составляющие. В данный момент научно-технический потенциал Израиля в случае необходимости позволяет за достаточно короткий временной период развернуть мощную группировку межконтинентальных баллистических ракет. При этом внешняя политика Израиля направлена в том числе на недопущение создания ядерного оружия в арабских странах и Иране. Ну а мы за мир во всем мире, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!